поза ребенка почувствуйте себя в безопасности в защите опустите спокойно кисти рук локти голову и таз к пяткам подышите через спину растягивая и если сбилось дыхание выдохните через рот со звуком х и раскручиваем делаем планку выпрямили колени маленький шаг левой ногой на серединку коврика на правую сторону развернулись не сопротивляемся движению бедра но развернулась вместе с вами колено пальцы ног смотрит в одну сторону если легко рука вверх если чувствуете что устали можно опуститься на предплечье небольшая виньяса для нижней части корпуса и ваших бедер опустились выдох оставили правую руку с правой ногой на одной линии вдох подняли корпус выдох опустили то две ягодицы упала левое колено над коленом обратили на это внимание на не стоит нога опускаем вдох еще четыре круга опустились выдох самое главное не сопротивляться вашему телу доверьте доверьтесь его движению она знает как должна двигаться как опускается ягодицы куда разворачивается бедро последний круг опускаемся останемся здесь правая рука выходит вперед чуть дальше чем левый локоть переплетение рук будет напоминать как в позе орла гарундасана но здесь очень хорошо вытянет нам грудную клетку и очень хорошо вытянет от мышцы рук на опорной руке на которой мы стояли вытянулись локти на одной линии с вашими плечевыми суставами кто-то останется здесь а кто-то захочет и опустит локти на колено кто-то с очередным выдохом как будто подмышечную впадину на свою колено и пальцами рук стараемся тянуться к стопе опустили взгляд подышали зафиксировали свое положение поза половины головы коровы ду ребра подышали в лопатки не забудьте себя опустить на землю в этот момент расслабьте бедра почувствуйте как они немножко растекаются становятся гибче не спеша поднимаемся взгляд на руки откройте руки дайте сейчас крови жидкостям растекаться по вашим рукам после долгого сжатия снова опускаем ладонь вспомнили что на одной линии с вашей правой ногой развернулись не отшагнули планка другая сторона маленький шаг правой ногой на левую сторону развернулись 2 облегченный вариант вы можете левую ногу под согнуть в колени опустив стопу опора на колено будет но если вы будете делать дальше виньясу то надо будет выпрямлять ногу еще четыре-четыре дыхания задержались опустились выдох вдох колено падает опускается потому что мы опускаемся двумя ягодицами к земле две седалищные косточки чувствуем и последний круг освободили левую руку на чуть дальше чем правая уйдет достаточно локти плотно сжать если получилось то переплели и ладони приподняли локти кто-то опустил локти на колено кто-то захотел дальше и подмышечная опазина упирается к вам в колено не убегайте только за мыслями будьте своим теле отслеживайте каждую ощущение пусть это будет вашим таким контролером в правильном ли направлении вы движетесь поднимаемся вверх опустили ладонь на одну сторону с левой ногой на одну линию поднялись и отшагнули здесь будьте предельно честными два варианта как мы опустимся вниз первый вариант самый простой опустили колени чатуранга дандасана и бедра живот одновременно положили на землю лоб точно также поднимаемся упираем пальцы ног бедра живот одновременно подняли планка для кого это было легко делает через полный вариант чатуранга дандаса на колени на весу опустили одновременно бедра живот колени и одновременно будем себя поднимать колено чашечку приподняли копчик подкрутили и вытолкнули себя в планку еще один вариант опустили и на вдохе подняли и опускаемся ладони под лоб большие пальцы ног вместе пятки развалили наружу начинаем просто дышать животом поднимайте себя на пупке и опускайте вниз левую ногу согнули в колени открыли бедро в сторону колено на одной линии с тазобедренным суставом не поднимайте высоко можно открыть угол до 90 градусов а можно оставить ногу согнутую в колене достаточно с острым углом если получается стопа расслаблена и как можно больше вы чувствуете соприкосновение земля левую руку вытянули правая ладонь может остаться у вас на земле вы можете на нее опускать лоб попробуйте пока не поднимая головы поднять прямую левую руку и правую ногу если это было легко опустили выдох то следующий раз мы поднимаемся вместе с головой вдох опустили выдох обратите внимание что рука приподнимается вместе с головой и находится на линии вашего уха то есть она не уходит выше сильно и не остается внизу вдох поднялись выдох опустились при любых неприятных ощущениях в области шеи мы голову оставляем на земле и просто поднимаем слегка левую руку на линию уха и прямую в колени правую ногу последний здесь круг удержали статику 8 дыханий опускаетесь ладони к плечам положение ног осталось прежнее вот как есть и опуститесь к левой пятки руки оставьте вот они были вас возле плеч вытянутся прямыми сейчас станут в локтя посидели на своей левой пятки расслабили живот мы выполняем позы все модифицированные то есть это как поза ребенка с разным положением ног такие позы обладают терапевтическим эффектом если были какие-то травмы в нижней части спины в тазобедренных суставах не нам облегчают пребывание возвращаемся на живот можно снова ладони положить под лоб возвращаем левую ногу в исходное положение сторона меняется правую ногу согнули в колени открыли бедро в сторону можно высоко не поднимать так чтобы нижняя часть живота была максимально прижата земле правую руку вытянули левую оставили у себя на земле опустили на нее лоб помним будет 8 динамичных подъемов и статика либо голова вас остается на ладони либо вы поднимаетесь вместе с шеей и верхней частью корпуса начинаем вдох опускаемся выдох в любой момент вы можете перейти на облегченный вариант это шалабхасана тоже изменением положением правой ноги и она несимметрично очень хорошо если есть какие-то особенности строения s-образная сколиоза по линии позвоночника удерживаем наверху несимметричная поза исправляют именно s-образная сколиоза укрепляется сейчас по диагонали правая верхняя часть спины нижняя левая часть вы чувствуете как помогает корпусу рука сама сильная становится и много сильное бедро ягодица правая нога постарайтесь прижать колено как будто тоже помогает вам отталкиваться молодцы опустились вниз ладони к плечам поза ребенка клет правой пятки опускаемся отслеживайте изменения в дыхании сердцебиении просто в теле физические ощущения также отследите может быть ум стал спокойным вы уже перенесли себя здесь и сейчас через осознание своего тела и дыхание на живот возвращаемся и в исходное положение возвращайте правую ногу четыре дыхания поднимайте себя пупком вверх почувствуйте как вы полностью расслабляетесь опускаетесь здесь на землю будем поворачиваться на спину через любую сторону через которую вам комфортно на спину продолжаем закройте глаза первую очередь как только вы опускаетесь на спину сразу зловите ощущение что бы хотела тело сделать может быть кому-то захочется стопами подойти к ягодицам и мягко по опускать колени вправо-влево можете даже не сдерживать голову поворачивайте в противоположную сторону от того тут от той стороны куда вы опускаете колени это первое расслабление второе расслабление может быть кому-то хочется бедра корпуса подтянуть и покачаться на пояснице мягко раскачать бедра ягодицы вы как будто центр тяжести переносите то на правую сторону то налево когда мы чувствуем свое тело доверяем ему прислушиваемся то новость не обманет а может быть кому-то хочется просто полежать неподвижно словить гравитацию притяжение земля опускаем стопы ставим подтягиваем их возле ягодиц правую ногу вытяните вверх возьмите там где вам комфортно этом за ладони в замок под коленом относительно под это получается где-то вот за бедром если словили триммер очень жесткий например еще сухожилие ног вы можете согнуть ногу в колене просто согнутой держать остаемся здесь удлинили шею подпородок ключицы если легко подняли руки взяли где икроножная мышца будьте честными мы еще немножко и усложним позу но уже дальше мы усложним через вытяжение левой ноги она остается на земле вы скользите левой пяткой и выпрямляете ее как будто толкаете тяжелый шкаф левой пяткой то есть носок ноги будет натянут на себя здесь очень хорошо будет прижиматься поясница разгибаться левое бедро может быть даже у кого-то воздушно-паховая связка будет вытягиваться приятно расслабляться поясница можно сильно не усердствовать с правой ногой на то есть вытянули и просто поддерживайте на прямых руках каждый раз вы можете подползать все выше и выше до сухожилия хиллеса в дуще кладки еще восемь дыхание дышите в ту часть тела которая более интенсивно вытягивается по левой ноге если вам некомфортно выпрямляйте до конца на здесь вы можете полусогнутого в колене оставить подтянули левую пятку и обнимаем правую ногу согните и в колене прижмите бедро корпуса выпрямите левую ногу снова поставьте правую стопу на землю там где ягодицы самое простое положение рук это вытянутые в стороны и согните их в локтях 90 градусов если комфортно то вытяните их полностью вверх как в позу дерева откройте правое бедро в сторону внимательно будете сейчас к пояснице и к лопаткам постарайтесь не подпрыгивать нижними ребрами опустите себя на землю вам достаточно всего лишь вытянуть руки и пяткой правой левой что-то отодвигать вперед такое вытяжение вдоль линии земли вверх себя никуда не тянет не толкаем через точки где вы касаетесь землей вы как будто мысленно направляете туда выдох расслабляйте также нижнюю часть живота если дискомфортно открывать правое бедро в сторону оставляете тяпина а respect опускайте руки можете помочь правой рукой поднимайте правую ногу и изгибайте левую ногу в колени многим можно поставить это на ширине тазобедренных составов левую ладонь спрячьте под талию либо чуть-чуть вверх от талии правую руку длините на линию плеч скручивание опустите колени влево взгляд направьте вправо вдоль правой руки опускайте правую лопатку и правое плечо чувствуйте тяжелые ноги вы как будто в таком противовесе находитесь тяжелая правая рука и тяжелые ноги с другой стороны а между ними вытягивается корпус абсолютно без сопротивления во время скручивания внимательно относитесь к линии позвоночника еще сделаем более облегченное скручивание без всяких усилий без рычагов вы можете мягко пускать колени можете правую ногу вообще не опускать не только к линии позвоночника внимательно прислушивайтесь также и брюшной полости во время скручивания на сдавливаются о першная полость и все органы могут надо быть сжатыми если есть какие-то особенности в строении поджелудочные желчного пузыря позже кота по нижней части живота по органам малого таза аккуратно прислушивайтесь любые сигналы боль дискомфорт вам будут говорить о том чтобы вы вышли сделали более легкий вариант не спеша поднимаете два колена одновременно освобождайте руки другая сторона будет левую ногу подтянули к себе выпрямили ее и захватили там где вам комфортно всегда начинайте от начинайте от простого к сложным привыкли захватили дальше челюсти не сжимаются ровное дыхание что говорит вам о том что вы в правильном положении находитесь не предлагаете слишком много усилий находитесь в равновесии между усилием и вашим дыханием выпрямляем не спеша правую ногу помним на какой-то точке вы можете остановиться можно подтянуть правую ногу снова обнимаем поближе к себе левую ногу обнимаем колено захватите сверху над голенью отпускайте выпрямляйте правую ногу левую стопу ставьте на землю помним положение рук можно либо 90 вытянуть в стороны и согнуть локти 90 градусов или вытянуть руки вверх открывайте левое колено в сторону как поза дерева в рикшас она только полностью вы лежите на земле абсолютно не нужно удерживать баланс вот понаблюдайте над работой в тазобедренном суставе есть ли какое-то напряжение вытяжение внутренней поверхности бедра опускайте слегка лопатки и не подпрыгивайте нижними ребрами просто растянитесь за пяткой в одну сторону за макушкой ладонями в другую сторону и через гравитацию двигайтесь вниз к земле здесь можно просто уже закрыть глаза погрузиться только в ощущение потому что никаких усилий силовых мы уже не прикладываем все позы лежа на спине пред раз располагают нас к заземлению соземляет нас успокаивают нам у нас очень большая площадь соприкосновения землей поэтому тело получает сигнал что не нужно удерживать баланс не нужно тратить силы на сохранение баланса ну и при этом нам нужно научиться доверять телу отключить работу мышц которые не должны сейчас работать поясница здесь отдыхает корпус мышцы пресса бедра особенно прямая нога достаточно отдыхает в таких позах хорошо переключаться на работу с качеством дыхания ощущать глубину вдоха глубину выдоха и хорошо если вы еще не убежали никуда за своими мыслями может быть понаблюдать что глубина выдоха становится длиннее чем фаза вдоха опускаем руки можете помогать левой рукой поднимайте левое бедро сгибайте ноги в коленях и правую ладонь спрятали под талию можно чуть чуть выше к лопатке опускаем колени вправо взгляд в левую сторону возвращаемся поднимаем колени в это не спрячьте под ягодец и чтобы у вас просто подкрутился копчик вверх и поясница полностью прижала в земле мы выпрямляем ноги мы делаем облегченный вариант перевернутой позы перевернутой позы свечи просто ноги вытянуты вверх да если даже здесь некомфортно вы чувствуете прогиб поясницы можно согнуть ноги в коленях и еще чуть глубже ладони под корпус положить перевернутой позы помогают снять напряжение с ног облегчает венозный отток крови от конечностей тоже обладают успокаивающим эффектом исключаете любой триммер дрожание только наблюдайте за качеством дыхание еще четыре дыхания опускайте согибайте ноги в коленях ставьте стопы на землю позу отдыха будет шавасана открытие руки широко так чтобы подмышечная впадина была открыта можете по одной ноге открыли колено бедро в сторону выпрямили правую ногу точно так же открыли левую и выпрямили когда у нас бедра расслаблены они чуть-чуть заваливаются наружу вы это словите и по стопам закрывайте глаза и побудьте в своей тишине своим внутреннем состоянии внимательно прислушивайтесь к телу если что-то беспокоит внутри уделите внимание этой точке этой части тела каждый выдох направляйте через нее почувствуйте как тяжелее это ваши ноги выдох уходит по ногам опускается корпус чувствуете большую площадь соприкосновения спины и землей легкий поясничный прогиб останется опускаете плечи и лопатки почувствуйте приятный выдох скользящий по правой руке и такой же приятный выдох скользящий по левой руке опускаются локти кисти рук тяжелая голова лежит на земле направьте выдох мысленно через затылок пройдитесь вниманием по вашему лицу что выражает сейчас ваше лицо какие мысли какие чувства высловите то что челюсть разжатая линия губ расслаблена расслаблены щеки веки лоб и макушка что бы ни происходило в вашем теле ваших мыслях старайтесь быть просто наблюдателем отслеживайте это не вовлекаетесь в этот процесс если у вас есть время вы можете здесь задержаться кто ограниченного времени будем не спеша возвращать себя глубоко дышим немножко шевелим пальцами рук ног можно качать головой стороны в сторону угибайте ноги в коленях не спеша через правую сторону будем подниматься повернулись на правый блок задержались на этой стороне и дыхание уже сделали погружая себя как можно больше земле не спешите отпустите прошлые не спешите еще вперед в будущее ловите текущее состояние момент отталкивайтесь ладонями поднимайте свое тело можно сесть комфортно ситхасану когда у вас пятки на одной линии откройте ладони вверх этим жестом мы показываем что мы принимаем свою практику мы делаем позы техники дыхания мы изменяем себя ваша практика начинается вашем уме когда вы себе позволяете меняться изменение это часть нашей жизни как и часть природы поры года меняются время суток меняется мы что-то отпускаем и что-то получаем ответ мы выдыхаем то что отработано то что нам не нужно в данный момент и со вдохом принимаем то что нам необходимо в данный момент сохраните свое внутреннее состояние после практики сделайте вдох вытяните руки вверх соберите ладони и на выдохе поклон вниз не спеша вдоль линии позвоночника пускайте ладони коснитесь земли если комфортно то поклон поблагодарите свое тело за практику возможности которую вам дает каждый день вот теперь сохранив свое состояние раскрывайте глаза и раскручивайтесь возвращая внимание к внешнему миру с вашим внутренним состоянием спасибо вам намастэ у вас что Продолжение следует...